Голос Божий Приготовьте бумаги для записи и телефона, чтобы делать заметки, потому что сегодня у нас очень важное послание Это послание поможет вам в вашей жизни Несколько лет тому назад Господь возложил на меня задачу помогать другим людям его слышать Бог поместил эту задачу мне в сердце Я помню, как я помог одному парню Он 35 лет был христианином Помню, как рассказывал ему, что такое голос Божий И это он как Бог говорит с нами Через пару недель он снова пришел ко мне Он был очень воодушевлен Буквально был в экстазе Он кричал, пастор Марк Я очень удивился этому, потому что на него это совсем не похоже было Я был поражен видеть его таким Он кричал, Бог обратился ко мне Я сказал, слава Богу Но он не унимался, нет, вы не понимаете, Бог обратился ко мне Я служу Господу уже 35 лет Я никогда не слышал его голоса И вот я его услышал Я был очень рад Потому что услышал голос Божий Вы знали, что у вас с Богом есть отношения А они требуют коммуникации с двух сторон Не только мы говорим с Богом Но и Бог говорит с нами У нас есть отношения с Богом Кто из вас хочет ясно услышать голос Божий? Поднимите руки Сегодня после нашей проповеди у вас это получится Послушайте меня, многие люди говорят, Бог обратился ко мне Сегодня мы поговорим об этом Многие люди говорят, Бог обратился ко мне Но если кто-то говорит, Бог обратился ко мне Это еще не значит, что Бог обратился к ним Возьмем, например, приверженцев ислама Они скажут вам, Аллах сказал мне сделать это Они верят, что Аллах что-то им сказал Они так сильно в это верят, что готовы подорвать себя А заодно и людей, оказавшихся рядом потому что они верят, что это сказал им сделать Бог. Мне сказал это Аллах. У меня не очень получается передавать акценты. Мои дети просят меня не пародировать акценты, потому что звучит это как в плохом фильме со Шварценеггером в главной роли. Типа «I'll be back». А что насчет иудеев? Они тоже считают, что их Бог обращается к ним. Они говорят «Яхвы говорит с нами». Но из Писания мы знаем, что единственный путь к Богу лежит через Иисуса Христа. Мусульмане не могут слышать Бога. Они слышат лишь голоса, но среди них нет голоса Бога. Иудеи тоже не слышат Бога. Иудаизм не приводит к небеса. Иудаизм не приводит к Отцу. Мы ценим иудаизм, потому что Он несет Слово Божие, а вместе с Ним и нашего Спасителя. Но этот путь давно не ведет вас к Богу. Единственный путь лежит через Христа. Но они думают, что слышат Бога. А как насчет буддистов? Они много часов проводят в медитациях, строят себе храмы, затем ходят в них и медитируют. Они могут проводить часы за этим занятием. И они тоже говорят «Бог обратился ко мне». Они делают что-то, потому что, как они считают, это им сказал Бог. Христиане говорят «Мы слышим Бога». Мы говорим «Бог обращается к нам». Может быть, два христианина, которые так говорят, но это может значить абсолютно разные вещи. Такое происходит сплошь и рядом. Представьте себе двух лидеров-христиан, которые с разных концов говорят людям «Бог говорит с нами». Значит, мы победим. И вот стоит один человек и думает «Кого из них мне слушать?» Прям не знаю. Пожалуй, я пойду своим путем. Люди часто говорят «Бог сказал то, Бог сказал это». Но к чему вы это говорите? Нужно действовать. Это касается всего мира. Нужно что-то делать. Но дело в том, что эти люди просто слышат голоса. Они просто слышат голоса. Это не значит, что вы спятели. Это дает вам возможность прикоснуться к реальности. Потому что вокруг нас звучит много голосов. Но не все эти голоса принадлежат Богу. Во всех этих верах есть свои правила. Все эти люди молятся. Все они постятся. Все они пытаются услышать Бога, а потом говорят, что слышали Его. К чему это? Давайте прочтем следующий тезис. Люди слышат важные вещи, но вокруг много голосов, которые отвлекают нас. В нашей голове звучит много голосов. И первый голос — это голос разума. Послушайте. Голос разума может быть очень громким. Но вот какое дело. Это подавляется естественными обстоятельствами вокруг нас и управляется тем, что мы видим, вместо того, чтобы слышать Бога. Голос разума говорит нам, что происходит. Но есть одно «но». Давайте вспомним Гидеона. Он должен был сражаться. Он нутром чувствовал, что должен был сражаться, поэтому он направил свою армию в боль. Он должен был набрать армию. Голос разума сказал ему набрать армию. Он набрал 22 тысячи воинов и уже было отправился воевать. Но тут вмешался Бог. Он сказал Гидеону, «Тебе не нужно столько людей. Отпусти часть из них». Он отпустил очень большую часть своих воинов. И в результате у него в отряде осталось только 300 человек. «То же самое произошло с Ильей». Голос разума сказал Илье, «Держись подальше от этой женщины. Это Иезавель, ужасная женщина. Она тебя побудет». Но великие божьи люди никогда не забывают о Божьей силе. Илье пришлось удариться в бега. Он бежал очень быстро. Но иногда случается, что мы применяем Божью силу не туда. Итак, Илья бежал и в итоге наткнулся на пещеру. Он решил, что он остался один. Никто больше не защищал его религию. Голос разума в нем говорил, «Я один, я в опасности. Мне нужно обезопасить себя. Мне надо где-то спрятаться». Илья решил последовать голосу разума. Но тут ему явился Бог. Бог сказал ему, «Илья, ты не последний верующий в меня. Есть еще семь тысяч человек. Послушай меня, ты не один». Часто голос разума направляет нас не туда. Мы думаем, что слышим Бога, но на самом деле это не так. А еще есть эгоистичный голос. Об этом голос и говорится в книге притчи. Там сказаны, «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Иногда нам кажется, что мы идем верным путем, но на самом деле в конце этого пути нас ожидает смерть. В Библии сказано, что если мы просим о чем-то и не получаем этого, значит, мы просим не о том. Значит, мы просим о чем-то для себя. Это очень эгоистично. Бог взвешивает наши души. Когда нами управляет эгоистичный голос, нами управляет плоть. Плоть обращается к вам каждый день, и послушавшись ее, вы можете принять решения, которые не учитывают желания никого из окружающих. Они будут выгодны только вам. При этом мы думаем о том, что будет хорошо для нас, что принесет нам побольше выгоды, как это поможет нам получить повышение. Тогда мы думаем только о себе и не слышим голос Божий, который говорит нам. Подумай, как это отразится на твоей жене, на твоем муже, на твоих детях, как это повлияет на твоих друзей, как это повлияет на твои отношения с Богом. Эгоистичный голос, такие вещи не волнуют. Он думает только о себе. И, кстати, этот голос звучит очень громко. А еще есть голос самосохранения. Он связан со страхом. Послушайте, так происходит, когда мы настраиваемся на выживание. Тогда мы принимаем скоропостижные решения и думаем только о себе. Этот голос связан с эгоистичным голосом, потому что страх имеет на нас очень сильное влияние. Подумайте, сколько раз вы слышали о том, чтобы кто-то из страха принимал решение, которое в итоге оказывалось плохим. Голос выживания борется за выживание. Мы настраиваемся на выживание, и поэтому считаем, что наши мысли защитят нас. Израиль думал, что Египет сделает его сильнее. Они думали, что они обратятся к Египту, и он защитит их. Они думали, что того хотел Господь, и пошли туда. Но тут с ними заговорил голос Бога. Как видите, часто так бывает, что первый заговоривший с нами голос не есть голос истины. Голос Божий сказал Израилю, «Нет, Египет вам не поможет». Так бывает, когда мы настраиваемся на выживание. Еще одним голосом является наш внутренний голос. Как вы, наверное, заметили, все эти голоса являются вашими собственными. Так что же особого в нашем внутреннем голосе? Книга притчей. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Бог делает внутри нас четыре вещи. Он делает их, когда мы рождаемся, а точнее еще до нашего рождения. Он помещает внутрь нас нечто важное. Иногда мы слышим внутри себя голос, говорящий нам, «Эй, ты был создан, чтобы сделать это. Ты был создан, чтобы сделать то». Но именно Бог определяет, что мы должны сделать. Он говорит нам нести веру в вашей стороне. Это Он все решает. Это Он принимает решение. Нам приходится подождать, пока Он решит что-то для нас. Внутри нас звучит голос. Он не всегда говорит нам плохие вещи. Вообще, этот голос даровал вам Бог, чтобы мы знали, в чем заключается наше предназначение. Но прежде нам нужно услышать голос Божий. Мы хотим опередить Бога. Если бы Иисус, наш Спаситель мира, попытался бы опередить Бога, то сколько всего бы произошло. Но я говорю людям, мы постоянно пытаемся опередить Бога. Иисусу исполнилось 12, и Он сказал, «Пришло мое время. Пора вершить волю Отца». Но Его земные родители сказали, «Нет, еще не время, сынок». И Иисус послушался их. Все произошло через несколько лет, когда Ему было уже 30. Тогда и пришло время. А еще у вас есть демонический голос. Он очень реален. Вы знали, что демоны существуют на самом деле? И у дьявола есть зубы. Я часто говорю об этом людям. Дьявол существует. Давайте откроем третью книгу царств. Я хочу показать вам, что происходит на небесах. Все это не сказки. Нас окружают духи. А в те времена демонические духи могли находиться и у престола Божьего. Бог мог говорить с ними. «Итак, сказал Господь, кто склонил бы Ахава? Ахав тогда был царем, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал предлецом Господа. Помните, также у Иова. «Сатана, откуда ты пришел? Я ходил по земле и обошел ее. Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Мы помним, чем все закончилось. Теперь демонов изгнали. Они ходят по земле и обращаются к людям, а не к Богу. «И выступил один дух, стал предлецом Господа и сказал, «Я склоню его». И сказал ему Господь, «Чем?» Он сказал, «Я выйду и сделаюсь». Обратите внимание на эти слова. «Духом лживым в устах всех, кто дает ему советы». Интересно, Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». То есть тут лживый дух хочет обратиться к людям, которые имеют влияние на царя Ахава, чтобы привести его к погибели. Этот дух обращается к людям и сегодня, поэтому вам нужно быть очень осторожным, ведь помимо уже перечисленных голосов, есть еще голоса других людей. У некоторых людей есть способность сеять в других семена, которые вырастают и становятся голосами, снова и снова обращающимися к ним. Но это не всегда хорошие голоса. Они могут говорить и вам и хорошее, но не всегда. Вы должны следить за тем, что говорят другие люди. Ниемия в Библии строил стену. Бог наказал Ниемии сделать важную работу. Он строил стену. Исполнял возложенную на него задачу. А знаете что? Нашему врагу не нравится, когда мы делаем Божью работу. Он не любит, когда мы вершим свое предназначение. Он абсолютно всегда пытается помешать вам с исполнением вашего предназначения. И вот Ниемия совершал свое предназначение. И он пишет, «Но я послал к нему сказать, «Ничего такого не было, о чем ты говорил». Здесь Ниемия отвечает нашему врагу. Ты выдумал это своим умом». До этого враг отправил Ниемии письмо, в котором написал, «Ниемия, мы кое-что знаем о тебе. Ты делаешь это, потому что хочешь стать царем. Ты делаешь это, потому что ты восстал против Навуходоносора. Ты хочешь стать царем, и поэтому ты решил восстать против Него. Вот зачем ты это делаешь». Но Ниемия ответил ему, «Ты выдумал это своим умом. Все, что ты говоришь, это ложь, ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их, отделы сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои». Враг здесь пытается напугать Ниемию, чтобы он настроился на выживание и начал действовать, не подумав. Но Ниемия ответил ему, «Подожди-ка, то, что ты говоришь, это ложь. Ты сам это выдумал». Но враг не останавливается на этом. Он посылает к Ниемии Божьего человека, священника. Он говорит ему, «Я хочу, чтобы ты пошел со мной. У меня есть для тебя Божье слово». И он говорит, «Ниемия — это слово». Но Ниемия уверен, что это слово не от Бога. «Послушайте меня, не каждого, кто приходит к вам и говорит, что несет что-то от Бога, посылает к вам Бог». Ниемия говорит это не от Бога. «Бог бы не стал меня останавливать». Мы это прекрасно знаем. А как насчет Иисуса? У Петра было откровение от Отца. Он ясно слышал голос Отца. Он сказал ему, что Иисус — это Сын Божий. Иисус сказал, «Тебе это открыл мой Отец на небесах». «Благословляю тебя. Этим откровением я построю свою церковь». Петр, ты просто молодец. Но только Петр отвернулся, Господь сказал, «Мне суждено умереть. Меня распнут на кресте». Петр возразил ему, «Да не будет этого. С тобой все будет в порядке». Но Иисус посмотрел на него и сказал, «Отойди от меня, Сатана». «Послушайте меня. Кто-то может сказать вам слово от Господа». И в том же разговоре произнести слово, которое будет не от Господа. Все дело в том, что людей больше волнует, что происходит в вашей жизни, а вовсе не то, что происходит в соответствии с Божьими планами. Вы должны быть осторожны. Вы должны быть с этим очень осторожны. Я много раз с таким сталкивался. Я являюсь пастором уже 25 лет. Будучи пастором, я вижу людей, которые стали пророками, и тех, к кому обращается Бог. Я сам делаю это, но иногда я просто жалок. И сейчас я обращаюсь к тем, кто считает, что всегда поступает правильно. Послушайте меня. Вы лжецы. Голос Божий — очень мудреная вещь. Для него нужно время. Нужно накопить опыта и зрелости. А вы просто теряете время. А если вы в это не верите, то вы просто зря потеряли время. Чаще всего мы просто подходим к кому-то. У меня есть пророческий дар. Так вот, вы подходите к людям и читаете их дух вместо того, чтобы читать дух Божий. Вы что-то ощущаете. Вы ощущаете какой-то дух. Это может быть дух Божий. И вы говорите людям то, что они хотят услышать. Так что они становятся богами сами себе. Вы говорите, что это Бог, но это не Бог, это они. Так все и бывает. Все так и происходит, ребята. А еще мы слышим голос Бога. Вот что такое голос Бога. Это голос с небес, который общается с нами. Самыми различными способами. У меня есть замечательные книги. Я написал их несколько лет тому назад, чтобы помочь людям услышать Господа. Одна из них называется «Как мне услышать Бога». Она распространяется абсолютно бесплатно. Вы можете взять ее на стенде в фойе. Кстати, подайте мне несколько штук. Там у нас лежат разные полезные материалы. Я очень советую вам их прочесть. Это очень простые книги. В первую очередь, потому что написал их я. А в этой книжке даже есть картинки. Уж поверьте. Одна картинка стоит тысячи слов. Моя книжка тонкая, но в ней есть картинки. Если будете печататься, не забудьте вставить в свой текст картинки. Первая книга называется «Как мне услышать Бога». А вторая — «Принятие правильных решений». Эти книги должны помочь вам, потому что я посвятил свою жизнь тому, чтобы помочь вам услышать голос Божий, чтобы вы шли верным путем. Да. Теперь раз, забери у меня книги. Эти книги доступны для всех вас. Мы об этом позаботились. А еще вы можете с помощью них помочь другим. Итак, голос Бога общается с нами самыми различными способами. Через нас самих, спокойным и негромким голосом, через сны, видения, через других, через посты молитвы, через ангелов, через Слово Божие. Вот сколькими разными способами Бог обращается к нам. Вот как до нас доходит голос с небес. Мы можем сделать из этого вывод, и вот как он звучит. В шумной комнате, где все обращаются к вам, тяжело услышать справильный голос. Вот что у нас есть. Вы когда-нибудь были в помещении, где все говорили? Мой дом — это как раз такое помещение. Моя семья — это просто... О, жалься, Господь. Там все постоянно трещат. Если вы хотите что-то сказать, вам придется подождать. А еще там нельзя щелкать клювом, потому что зазеваешься, и можешь остаться без еды. Стоит попытаться сказать одно слово, как другие уже что-то говорят. И вот вам приходится одновременно выслушивать три истории. И вы не знаете, какой голос слушать, потому что говорят все. Такое часто бывало со всеми нами. Вокруг говорит столько голосов, и мы не знаем, какой из них слушать. Но сказано в Евангелии от Иоанна, «Овцы мои послушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Если Господь стал для вас пастором, то мы — его овцы, и слушаемся голоса его, и идем за этим голосом. Чуть ранее в Евангелии от Иоанна сказано, «За чужим они не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». То есть Бог говорит, «Мои овцы слушаются моего голоса, а за чужим не идут». Давайте я приведу один пример. У меня дома есть коровы. Я очень люблю своих коров. Можете как-нибудь прийти ко мне в гости, посмотреть на них. Они так прикольно едят. Я очень люблю своих коров. Мои коровы знают меня, а я знаю их. А еще они знают мой голос. Я могу зайти за сарай и даже не смотреть на них. Я могу зайти за сарай и прокричать оттуда, «Хей, девочки мои, сюда!» Кстати, Синди тоже иногда приходит на этот зов. Я кричу им «Хей!» «Ху-ху!» «Хей!» «Ху-ху!» «Девочки мои, сюда!» «Мои коровки могут кушать, но стоит им только услышать меня, они сразу ко мне бегут». Подскажите мне еще несколько женских имен. Первая — Сюзи. «Эй, Сюзи!» «Какие еще бывают?» «Синди!» «Синди!» «Хорошо!» «Пусть будет Джейн!» «Эй, Джейн, хватит жевать траву!» «Нас зовет хозяин!» «Я уже слышу, как они мучат!» «Му-у-у-у!» «Му-у-у!» «Они толкают друг друга и бегут ко мне!» «Они даже не видят меня, но они слышат мой голос!» «Они знают, что где-то рядом их папочка!» «Они знают, что я купил им корма!» И бегут ко мне. Но если я возьму тебя с собою, Рас, если я позову тебя к себе в гости и попрошу тебя позвать коров, представьте, как Рас, такой мужественный, хорошо сложенный, идет по моему двору. Поверьте мне, Рас просто прекрасен. Представьте, что Рас идет по моему двору и начинает звать коров. Он кричит. Вы знаете, что у Расы голос выше, чем у меня. Он скажет примерно так. Эй, коровки. Коровушки. Идите сюда. Я уже представляю, как та же корова говорит. Эй, Сьюзи, Джейн, это я, Синди. Это не хозяин. Это какой-то манерный мужчинка. Лично я никуда не пойду. Я вам соврал. Рас никакой не манерный мужчинка. Но суть не в этом. Суть в том, что коровы никуда не пойдут. Они продолжат заниматься тем, чем занимались. У тебя, Кейси, тоже есть свои коровы, да? Так произойдет, потому что коровы не знают Раса, поэтому они не пойдут к нему. Но есть еще кое-что. Если я возьму с собой Раса, если он пойдет со мной, когда я буду звать коров, то тогда они познакомятся с Расом. А когда они достаточно подружатся с ним, он уже сможет приходить к ним и звать их. И тогда коровы уже будут говорить друг другу примерно... О, пошли скорее. Должно быть, это хозяин. Потому что теперь они будут связывать его голос с моим, ведь они уже достаточно хорошо его знают. Когда мы слышим не те голоса, они порой становятся для нас такими знакомыми, что мы уже не уверены, чей голос мы слышим. Ложный голос или голос Бога. Поэтому мы и делаем то, чего делать не должны. Слушайте меня внимательно, потому что то, что я вам сейчас скажу, изменит вашу жизнь. Бог сказал, за чужим голосом овцы мои не идут. Один из самых громких голосов, которые мы слышим, это не чужой голос, это наш собственный голос. Часто мы восклицаем, это Бог. Но это не Бог. Это ваш голос. Ведь самый громкий голос, который вы слышите, принадлежит вам. Сегодня я рассказал вам, каким может быть этот голос. Это может быть внутренний голос, эгоистичный или голос разума. Все эти голоса работают по-разному. Но все это ваши голоса. Вы должны понять, чей голос вы слышите, Божий или свой. Лично я понял, кого я слышу. И я клянусь вам, что я слышу Бога. Вы вообще здесь? Также мы можем привыкнуть к знакомым духам. Что это за духи такие? Послушайте меня, сатана не глупец. Он живет уже шесть тысяч лет. Он является к нам не с трезубцем и рогами. Наоборот, он приходит в облике ангела света. И вы думаете, что он разве не может подделать голос Божий? Конечно, может. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!